Мур, привет друг, это Зверько. И именно в этом видео я расскажу и прием грейнджера и про возмездие, а то некоторые не услышали слова завтра в видео про обновление. Неужели я слишком быстро говорю? Еще я уточнил дату по поводу выхода Дариуса, по новым сведениям он будет 25 июня. Теперь о лесных предметах. Как ты наверное помнишь, подсчет убитых крипов для бонуса пока что начинается только с момента покупки второго уровня лесного предмета. И при нынешней экономике это невыгодно, ведь мобы крайне важны именно на старте. И вот теперь, подсчет убитых мобов начинается со старта и не важно, есть у тебя лесной предмет или нет. Кстати, я прикреплю справа сверху подсказку на обзор новых пассивок лесных предметов. Так вот, второй уровень лесного предмета копит усиление до 10 убийств мобов, например легкий клинок. А мочете хищника поднимает лимит, а значит и бонус до 15 убийств. Если ты вдруг продал лесной предмет, а потом передумал и купил, то и стаки никуда не пропадут. Но это мелочи, дальше больше. Возмездие. Ранее, если купить продвинутый лесной предмет, ты начинал возмездием поражать противника, а не лесного моба. И приходилось очень тщательно прицеливаться, чтобы состилить этого моба. Теперь же это сделать проще. Возмездие бьет одновременно и моба, и героя противника. Юху! Наталья расправляет плечи. Однако и здесь есть несколько условий. Если моб не атакует героя, то возмездие бьет по герою. Если ты своим навыкам достаешь только до героя, то по мобу не бьет. В общем, надо навыкам зацеплять дерющихся и героя, и моба, чтобы ударило обоих. Если героев рядом с мобом несколько, то бьет в моба и случайного героя в радиусе атаки. Разработчики планомерно повышают полезность лесных предметов. И стащить навыкам черепаху или лорда теперь будет легче. Ну а теперь Грейнджер. Этот прием заснял и показал мне подписчик с ником Ваклобосс. Итак, у Грейнджера продолжительная анимация ульты. И порой, пытаясь отбиться от группы противников, именно задержка между выстрелами приводит к смерти. Используя перекат, задержка между выстрелами почти секунда. И если Грейнджер стоит, то время почти тоже, но даже чуть-чуть дольше. Но анимацию можно отменить, если левый стик направлять в непреодолимое препятствие. Это позволит выстрелить ультой гораздо быстрее. Такой прием не раз уже помогал мне в бою. Теперь и ты с ним знаком. А на этом все. Если видео тебе понравилось, подпишись на канал, поделись видео с друзьями и поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok